Всем большой привет! Всем доброе утро! Ну что, начинаем мы еще одно новое путешествие. Продолжаем ездить по Южному Уралу и смотреть красивые места, нашу красивую природу. Сегодня мы едем в место, которое называется Айские притесы. По фотографиям из интернета вообще обалденные виды. Но сегодня посмотрим своими глазами всю эту красоту и, конечно же, покажем вам. Ехать нам далеко. Сколько километров? 230, 250, смотря как ехать. Где-то 250 километров. Яндекс-карты показывают, что ехать нам примерно 3,5 часа. Но посмотрим, как у нас на самом деле мы выехали. Получается 8.30 из дома. Засекли. Сколько мы будем до туда добираться. Так что все, начинаем нашу поездку вместе с вами. Уже начинаются у нас горы. Немножко видно. Уже Тибар-Кольский район на этом все еще, да? Подъезжаем к красоте. Проезжаем сейчас участок дороги. Тут расширяют дорогу. И вот такая вот вереница собралась в машину. Мы уже километра полтора проехали, вот они стоят. Да, вот нам просто повезло, что мы как-то удачно едем. Там и реверсивное движение было на зеленый, успели проскочить. Не знаю, как обратно. Поедем, не хочется стоять в такой очереди. Поедем. У меня вообще не кончаются. Расскажи про наши развлечения. Интернет не работает. Музыку уже сейчас не послушаешь. Мы включили сериал. Наш любимый остаться вживую. Скачал Леша на телефон. Чтоб скучно не было. Леша сериал, кстати, не смотрит. Он его слушает. Готовы начнут мне сейчас писать. Паникеры. Смотрю я. Потому что он уже этот сериал смотрел раза три, наверное, точно. Ну, если не больше. Уже на слух все понятно. Ну, и что, кончится машина когда-нибудь или нет? Еще столько фур. Сегодня пятница. Вообще движение такое активное над руководством. Все, конец. Слушайте, вообще обалдеть. Огромная очередь. И еще вот подтягиваются уже машины. А, да, да. А, да. И stack-up общежитий. А, да. А, да. Мы перемены! В пути час сорок, решили выйти немножко размяться, потому что ребенок уже немножко устал. Поехали. Поселок, или если он будет горный, не знаю, или это город. На заднем фоне горы, красота. Все-таки немножко отдохнем, разомнемся и дальше. Едем. Есть туалет, можно сходить. Вы видите, конечно, сумасшедшие. Вот эта вот гора, даже верхушку не видно, она просто в облаках. И мы сейчас едем то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Уши закладывает. Вообще прикольно. Уральские горы наши. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы уже практически приехали. Сейчас едем вдоль реки Ай. Такое название необычное. И тут уже начинаются такие вот скалы отвесные. Смотрите, какая тут красота. Остановились. Такие водопадики. Классно. И вот такая вот скала идет. Смотрите, достопримечательности, какие тут у нас есть. Пещера, сухие водопады и вот большие айские притесы. Мы двигаемся туда. Айская долина. Уже мы скоро будем на месте. Мы скоро перейдем. Да. Ты рада? Да. Устала ехать, дочь? Да? Ну ничего. Смотрите, как я держу. Ну все, друзья, готовы увидеть эту красоту? Просто смотрите. Ой, вообще классно. Такая высота. И это только вообще воздух чистейший. Тут никого нет. Вообще нет душевой души. И вот такой открывается вид. Это малые притесы. Река Ай. Такие горы. Мы стоим на высоте. Сейчас немножко спустимся. Просто смотрите, высота какая. Ну, идем по какой-то тропинке узенькой. Ой, мне очень страшно. Потому что вот он обрыв. Все. Ой, Леша, я боюсь. Не пойдем. И так вот, красиво очень. Я думаю, что ниже спускаться нет смысла, потому что вид-то открывается с высоты. А высота очень большая. Я не знаю, видно ли на камеру вообще что-то. Нет, очень-очень красиво. Я не знаю. Я не знаю. Якуль тебе нравится. А кто? Смотрите. Помаши, привет. Привет. Вика с уткой. Привет. Красота. Привет, утка. Давай. Привет, Маша. Привет. 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 Очень красиво. Тут получается со всех сторон обрыв. С трех сторон. И тут вот тоже. Сейчас покажу. Тут тоже обрыв. Ну, тут нет реки. Просто на возвышенности. И вот так это все выглядит. Очень классно. На заднем фоне гора. В Теле 2 почему-то решили, что мы путешествовать по России поехали. СМС-ку прислали. Ну, а почему нет? Мы по России путешествуем. Ехали 3 часа. И это мы даже не покинули Челябинскую область. У нас огромная страна. Такие территории масштабы. И нереально красивая природа. Я вообще, я восхищена. Очень классно. Решили перекусить. Потому что 3 с лишним часа ехали. Я уже, честно, проголдалась. Сейчас мы толком не завтракали. Кофе попили быстренько и поехали. Она свежая в воздухе. Очень хорошо. Мама. Да. Дочь вот укутали. Она замерзла. Мы забыли ей одежду дополнительную взять. Я колготки ей не стала одевать. Ну, в машине-то тепло. Холодно. Тут в горах. Вообще не знаю, сколько градусов. Мне кажется, ноль. Точно. И термометр не взяли, да? И термометра нет. Ну, холодно. Прям чувствуется. Что у нас на перекус? Нам взяли сосиски, хлебушек. Тут огурчик. Сейчас дочек почищу. Так, перекусить термосом. Чай сейчас сделаем или кофе. А тебе чищу. Тебе, тебе, тебе чищу. Да, Дорь. Вика, у нас со шкуркой огурцы не есть. Приходится чистить. Вот с таким вот видом перекус. Перекус. Огоч. Нет. Да. Ммм, вкуснятина. Да? Нет. Вкусно, мам? Угу. Очень. Ты чё, мой беккерпорт вкусно? Это твой. Вкусно? Тепло? Перекусили, видами насладились. Вышло солнышко так хорошо пригревает. Ну и поедем мы дальше. Любоваться природой. Мама тут на улице. Мама тут на улице. Написана табличка. И впереди стоит самолет, представляете? А вот взлётная поля. Полоса белыми флажками. Полоса белыми флажками, видите, окорожено. Самолётик маленький. Ничего себе. Ничего себе. А вот Викуль белый, смотри, самолёт. Стоит. Где? Вот он. Ничего себе. Я никогда так не видела вблизи такие самолётики стоящие. Ну вот стоит что-то. Вот вон самолётик стоит. Подъехали мы большим притёсом. Тут вот есть аттракционы. Аттракцион зиплайн. Стоит полторы тысячи. Где-то тут есть кассы. Я только не понимаю, где эти кассы. Потому что пока как бы тут вот так вот всё выглядит. Ничего нет. Друзья. Мы пришли. Тут, получается, площадка для зиплайна. Но сейчас, видимо, не работает. Не сезон. Скорее всего, работает летом. Мы сейчас встанем на эту площадку. Я вам покажу эти виды. Это просто что-то с чем-то. Обалдеть. Моя реакция просто. Друзья, смотрите, что это. Что-то такое. Это нереальная красота. Обалдеть. У меня просто нет слов. Посмотрите, как круто. А вон мост видно вон тот. Не вижу. А, вон он точно, друзья. А есть ещё подвесной мост. Я не знаю, видно или нет вам. Вот он находится. Я очень хочу по нему пройти. Я только не знаю. Мне кажется страшно. Вот он трос. Сейчас для зиплайна. Такая вот площадка. И отсюда прям прыгает. Это, наверное, очень страшно. Вы только посмотрите, как круто. Я обожаю то место, где мы живём. Южный Урал. Вот она река Ай. Называется это место. Айские притёсы. Вообще, просто нереальная красота. Мне страшно подходить к краю. Смотрите, вот она река течёт. Конечно, на камере, наверное, это всё не ощущается. Этих масштабов. Просто... Он встанет на камушек. Круто. Ага, ты что? Какой камушек? У меня голова закружится тут. Видите? Камешек. Встань туда. Вообще, обалдеть. Просто посмотрите. Мы просто сейчас не можем налюбоваться. Фотографии делаем. Просто масштабы нереальные. Красота. Всё. Давай так, давай. Мощи, мяуим. Да. Мощи, мяуим. Ой, мяуим. Паркен. Андрей. Мяуим. Встань. Паркен. Пропал. Пропал. Су-хмм. Хм-хм-хм-хм. Рах-хм-хм-хм. Ухххм. Ты любовь моя? Смотри, дочь, как красиво. Классно? Пока нельзя прыгать. Нельзя, конечно. Тебе нравится красота? Да. Река, да? Тут, мы так понимаем, можно какое-то жилье снять. Такие вот домишки, банька. Интересно, сколько это стоит? Там всякие экстрим-парки. Решили поближе посмотреть, что тут есть. Ну, получается, вот такие домики, как шалашики. Банька, мангальные зоны, беседки вот такие. Очень даже милые и уютные. Касса. Тут, наверное, и приобретаются билеты на зиплайн, на всё. И вот он, обрыв. Смотрите, прям на краю стоят качели. Я вот не знаю, сейчас вообще тут кто-то есть или... Сейчас не сезон, и никто не находится. Ну, я на самом деле под большим впечатлением сейчас нахожусь. Даже вот слова трудно подбирать. Вообще красота. Да, я вижу, смотрите, какие качельки классные. Как окон такой. И обычные деревянные качели, лавки. И это всё с видом на гору, на реку. И вот такие качели. Я так понимаю, что тут были сидушки, но всё, наверное, не сезон, поэтому сейчас ничего не работает. Прям над обрывом. То есть ты качаешься над рекой. Конечно, вообще шикарно. И вот он, подвесной мост. Сейчас поближе подойду. Ну, и вот такой вот подвесной мост, который, к сожалению, сейчас закрыт. Но очень классно. Я бы с удовольствием по нему прогулялась, мне кажется. Впечатления и ощущения незабываемые. Вот такой, смотрите, мостик. Закрыт. Нужно летом сюда приезжать, когда все аттракционы и развлечения работают. Сейчас вот так, видите, всё сеткой закрыто. Ну, конечно, место потрясающее. Там вот тоже смотровая площадка. Люди с шариками приехали. Подвесной мост платный. Стоимость 500 рублей. Я бы с удовольствием прошла за 500 рублей по такому мостику. Фотографии бы получились очень классные. Ну, это же качель, дочь. Не бойся. Ну, так вот смотришь. Ну, качели, качели. Качели, 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 качели. Единственное, что когда на ней качаешься. Качели, 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 качели. Вот так это всё выглядит, когда сидишь на качельке. здорово можно тут было бы и отдохнуть хотя бы на одну ночевку остаться пожарить шашлычки на природе на свежем воздухе самом деле очень классное место всем советую тут побывать приезжайте к нам на урал путешествовать у нас очень красивая природа очень много красивых мест вальские горы мы с удовольствием поднялись на какую-нибудь гору национальный парк таганай много на самом деле маршрутов но у нас маленький ребенок и пока мы ездим туда куда можем себе позволить чтоб доехать на машине потому что маршруты обычно очень длительный 5 километров 10 километров больше в гору и с ребенком конечно же не пойдешь только самостоятельно много горнолыжных курортов в общем мест для отдыха предостаточно горы это просто горы и море моя любовь моя слабость мости конечно очень классный кто бы хотел пройтись по нему тот я на улице конечно очень холодно мы замерзли тем более горы и тут река от воды тянет холодом сейчас немножечко и поедем у нас вику уже под замерзла устала у нас уже время два часа мы выехали 830 гуляем тут уже достаточно долго я вообще наслаждаюсь очень здорово ну что да века замерзла надо идти в машину ну чё там дальше пройди с ними еще там этот райджампинг с веревкой прыгать и велосипед над пропастью обалдеть никого нет да наверно там не кто-то есть генератор работает но они там кофе он стоит короче видимо спят есть информационные таблички грот юношеский самая трудодоступная пещера в челябинской области можете прочитать кому интересно и есть вот такие аттракционы прыжок с веревкой роуп джампинг и есть вот такие аттракционы прыжок с веревкой роуп джампинг получается такая вот платформа и с тросом можно прыгнуть и также есть аттракцион что-то типа велосипеда тоже на тросе кататься ну все ребята мы прощаемся с этим прекрасным красивым местом поедем уже в сторону челябинска время много и кулика наши подмёрзла нас еще дорога длинная середине три с лишним часа ну конечно мне очень понравилось правда я очень рада что мы сюда приехали один вопрос почему мы не приезжали сюда раньше всем совету место к посещению приезжайте летом когда сезон и попробуйте на себе разные экстремальные аттракционы я надеюсь что вы прочувствовали вместе с нами эту атмосферу и им через экран передается вся красота природы все иду машине правда очень холодно мне кажется или ноль даже может быть минусовая температура тут не ловит интернет кстати люди подтянулись но лёша узнал что тут вот на вот это вот что за типоваза отдыха кто-то есть какие-то люди но ничего не работает даже спросить не около интернет не работает и не могу посмотреть сколько градусов на улице но по ощущениям нет не плюсовая температура еще ветер такой холодный так что все эту машину греться и выдвигаемся домой надо почаще устраивать путешествия убираться с семьей затрат минимум все бесплатно не кататься на аттракционах только на бензин покушать с собой взяли и пожалуйста едем получать положительные впечатления и хорошего а а а и 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 мы спустились с горы тут такая вот и деревенька называется алексеевка и И вот она река Ай, получается мы прямо вот на берегу реки, течение приличное, но горная река все-таки, и вот такие красивые скалы, с этой стороны скала, и также есть скала с этой стороны, не знаю насколько видно, слышно как шумит река, все-таки я, наверное, пройду к речке. Очень грязно, просто я в белых кроссовках, там намешано, грязь, шум реки просто классный, завороживающий. Так, тут не вляпаться бы ни во что, видимо, пасутся животные, очень-очень грязно. Уже не буду показывать, почему я тут иду. Вот такая вот речка. Очень красиво, там стоит, видимо, рыбак в воде. Все, иду обратно. Подход не очень, конечно, что-то хороший, но очень красивая природа. Классно жить вот в этой деревеньке, рядом с горной рекой. Тут дома и окна выходят прям на вот эту вот гору. Прям здорово. Ну а вот рядом крупного населенного функта, получается, нет, только вот садка. Не знаю, есть ли тут у людей магазин. Деревушка такая вот небольшая. Так. Вот так это все выглядит. Проезжаем горы, там на вершинах лежит снег, смотрите. Хотя вообще снега у нас нигде нет. Октябрь месяц. Вот еще гора в снегу. Классно. А наша просто с другой ракурс. Солнышко подсвечивает, прям видно хорошо, что это снег. Проезжаем реку. Малая осадка. И все, забор начался, я хотела показать остров. Увидим ли мы его? Нет, наверное, уже не увидим. Там на острове какие-то строения, купола, храмы, наверное, или что там, часовни. Друзья, мы заехали сейчас в такое место интересное. Находимся сейчас в Садке, город Садка. Смотрите, вот такой островок. И интересные там такие замки на блестящими, не знаю, но это не купола, а какие-то наконечники. Называется это место Дупло Орла. Очень интересное название. И очень необычно смотрится. Это у нас Садкинский пруд и река Малая осадка. Очень красивое место. Тут вот есть такая, что-то типа беседочки. Можно посидеть, отдохнуть. И отсюда открывается вид на город. И я вот, не знаю, смотрите, стоит кораблик, красненький, видите? Вот скажите мне, знающие люди, может быть, кто-то тут живет. Действительно ли река судоходная или просто это как какой-то памятник? Стоит очень красивое место на самом деле. Не знаю, как передают. Вот это все камера моя. Всякие есть церкви, храмы. Прямо все вместит. Очень красиво это все смотрится. Река широкая. И вот этот вот остров. А это гостиный двор. Это гостиница такая, блядь. А это гостиный двор. Это гостиница такая. Рекаshakeнин. Река 괭евная то, что вы его видели. Кришко. Река. Александра, глава. Река. 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 Реклама. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что за река? Что это озеро? Субтитры делал DimaTorzok Посмотрела по карте было озеро Песчаное У нас очень много водоемов, очень много озер, рек И все названия запомнить нереально, что у тебя находится, потому что очень большое количество Но бывают все такие названия, сразу не запомнишь Мы заезжаем сейчас в население, называется Горный Тоже очень красиво Название это можно запомнить, если каждый день ездить, смотреть Ну естественно, мы тут бываем не так уж часто Ну кстати, горнолыжный курорт, солнечная долина тут находится Сейчас вот был знак Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все ребята, мы подъезжаем уже к Челябинску Приехали уже вот, выезжаем в город Все прошло замечательно Дорога прошла на базу, где-то 3,5 часа мы обратно ехали Двигуля у нас выдержала, вообще молодец Все было отлично Дорога, ну даже, можно сказать, легкой показалась Так что вот такое вот получилось у нас видео Надеюсь, что вам понравилось Было интересно посмотреть красивые пейзажи Мы в восторге, довольны Будем еще путешествовать по Южному Уралу И всем пока-пока, до скорых встреч в следующем ролике